Всем привет! Сегодня хочу вам показать мои шаги для создания безупречно выглядящей кожи лица. Я использую праймер Smashbox зеленого цвета для того, чтобы легче было скрыть покраснение. Это также поможет тональному крему держаться весь день. Наношу только на определенные зоны. Далее перехожу к тональному крему от L'Oreal. Распределяю достаточно тонким слоем с помощью бьюти-блендера. Не забываем про шею и лоб и тщательно тушуем, чтобы не было четких линий. Я предпочитаю полное покрытие, поэтому наношу второй слой, но это совсем не обязательно. Переходим в корректор. Очерчиваю как бы форму V, чтобы скрыть зененьки под глазами. Консилером от Estée L'Odo скрываю оставшиеся прыщички. Далее использую кремовые румяна от NYX. Они очень просты в нанесении и придают естественный оттенок. Затем для закрепления всех продуктов наношу большой кистью матирующую пудру от Rimmel. И снова румяна. Да, это кажется странным, но именно этот трюк поможет сохранить румянец на весь день. Я всегда контурирую. Это придает лицу определенный объем, но этот шаг вполне можно пропустить. Использую бронзер от H&M и скошенную кисть. Наношу на те места, которые условно были бы в тени, если на меня светило бы солнце. Использую хайлайтер от MAC на верхнюю часть щек и вдоль носа. Также для придания объема лицу. Я также часто контурирую нос, чтобы сделать его немного тоньше. Для этого использую маленькую скошенную кисть и тени коричневого оттенка. Очерчиваю желанную форму. Затем маленькой кистью тщательно растушевываю, чтобы добиться естественного эффекта тени. Еще раз прохожусь по всему лицу кистью с остатками пудры для окончательной тушевки. Вот такой у меня результат. Идеальная канва для любого макияжа. И напоследок вариант с макияжем. Надеюсь вам понравилось. Подписывайтесь, это сделает меня очень счастливой. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok